так ребят всем привет оборвал я всю дверь здесь надо будет другое покрытие придумать хотя чего придумать она уже есть дермантин купленный есть утеплитель не только все это зафигачить сделать итак ребята хочу вам закончить трилогию 3 часть 3 часть какой аппарат мы купили доильный аппарат сейчас кстати монтировал ролик и когда я делал распаковку снимал некрасиво было сейчас он более-менее хоть одним цветом будет а то как-то это не совсем не совсем эстетично ладно смотрите ролик пишите комментарии аппаратом пользуемся аппарат очень хороший всем рекомендую почему именно такой купили было очень много выборов вот это самый на мой взгляд на мой взгляд самый удачный потому что там нет каких-то лишних приспособлений приблуд вот этих какие были там на тех на других лишние приблуду стоят лишних денег лишних денег у нас нет всего по деньгам вот так так что аппаратом еще раз повторюсь довольны доим утром вечером два раза дойка у нас длится вот так вот аналог даюшки даюшки мини все запчасти есть на сайте можно покупать если что-то не так пойдет год гарантии данному аппарату ну и смотрите распаковку и распаковку сборку и как мы вдвоем коров вот там я вставил небольшой отрывок в принципе ничего такого нового интересного но кому-то будет интересно ну коровы стоят нормально все главная беда была главная проблема была наших коров это то что они у нас непривычные привязываться вот так ну а шум аппарат шум аппарату шум аппарата непривычный нормальный шумит аппарат не очень сильно вот аппараты молочная дойка молочная ферма или дойка они шумят даже чуть-чуть посильнее вот этот аппарат нормально работает тихо так что смотрите пишите все поехали смотрите смотрите какая коробка вот такой вот бетон бетон на 20 литров алюминиевый тут даже это есть этого штука про пластиковая что ли в бетоне лежат инструкция и чеки сейчас я вам скажу покажу на сколько мы его купили кому это будет интересно конечно же так сейчас это поставлю саллахан пока что так доильный аппарат называется мини модель ты в скобочках турция стоит двадцать девять девятьсот девяносто и купил я резина сосковые к дуешке стоит пятьсот шестьдесят рублей одна резинка там их четыре то есть 2243 рубля и того за сосковую резину издательный аппарат 32 32 тысячи двести тридцать четыре рубля 50 копеек магазин аграрник это покупали мы за свои собственные деньги кому-то может быть полезно будет кто-то скажет это реклама да потом еще я купил в другом магазине и средства дезинфицирующие марс 10 литров 10 килограмм 880 рублей дезинфицирующие средства чтобы промывать аппарат и вот такая вот инструкция по эксплуатации данного аппарата вот тут вот данные ну такая вот небольшая кстати такая инструкция даже чуть-чуть расширенной мне кажется расширенная есть в интернете на сайте челябинского там как челябинский завод который выпускает аппараты дышко это как бы клон аппарата дышко и тут еще у нас самый самые тяжелые так вот эта ручка которая будет крепиться до иному аппаратку самое тяжелое осталось это до или аппарат сам сам по себе оба а Субтитры создавал DimaTorzok Все, ребята, все собрано, все собрал Знаете, что самое интересное? Один шланг нам положили, наверное, в запас Наверное, идет с ним, может быть лишний, я не знаю Короче, вот один шланг Вот Этот шланг сюда подсоединяется Вакуум, который создает В этот Подсоединяется в бачок Вот входит Длина шланга одного-два метра И вот эта длина шланга Вот этого Тоже, наверное, метра полтора или два Вот от бетона До этого До самого смесителя И самого вот этого Оборудования Вот Вот так вот это все устроено Вот так Вот такой вот аппаратик Ну что, можно попробовать включить Электричество я сходил Вот Рабочая Должна быть Это В этой зоне Сейчас вот включаем Вот Включается 0 И 1 Вот так вот F Не знаю, что F Вот Главное Так вот Чик Остается так вот Он Должно Вот эти штуки Сосать Ну вот Короче Все это, ребята Сегодня Включим Так Сейчас Елена Степановна Придет Надо будет Попробовать Как он работает Подоить Подоить Попробовать Посмотреть Как это все дело Работает А он, кстати Елена Степановна Идет Ну все Собрал Кому подоить Подоить Надо попробовать Воды Ведра Что ли Налить Или как Чего Ну так же Эти Ключи Пальцы Засасывают 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 Да Сейчас Мы Включим Еще раз Каждое утро И каждый вечер Мы занимаемся Дойкой Коров Место Мы еще Пока что Не оборудовали Стационарно Где будет стоять Окончательно Пока что Это только что Так временно Надо думать Короче Надо Для Теплого Во дворе Там делать Здесь У нас Стоит Корыто Тут Привязываем Корову На Цепь Чтоб она Стояла И ела Дра Отруби Ошейник Надо Еще Купить Да Аппарат Стоит Здесь Вот Выбрали Такой аппарат Он небольшой И Почему Выбрали Такой Потому что Он мне Понравился И нам Селена Степановна Понравился Те были Они Большие Чуть Побольше Вот Аид Понравился Хороший Я бы Аид Купил Но У Аида Этот Масло Там надо Было Заливать А это Дополнительные Расходы Все таки Вот У данного Аппарата Есть две Регулировки Это Вот Пульсатор Вот Здесь Регулируется Частота Такта Доения Коровы Ну Манометр Все знают Зеленую Зону Рекомендует Завод Производитель Держать И Вот Эта Регулировка И Что Это Когда Как Это Соски Приветствуются К этой Ну Вот Который Снизу Давление Вакуума Да 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 Пульсометр Ну Вот Больше Ничего Нет Аппарат Сухого Типа Вот Коровы Короче Стали Подкармливать Ну Они Уже Заходят Сюда Знают Там Стоит Ядро С дробленкой С этой С отрубями Не С дробленкой С отрубями И Они Постоянно Пытаются Сюда Подойти Вот Ошейник Она Одела Елена Степановна Сейчас Надо Этот Сейчас Она Пристегнет Вот Ну А потом Корова Будет Есть Смотри Смотри Что Они У нас Ни разу Не Привязаны Да Мы Как Привезли Собрали В том Что Они Реагируют На Ошейники На Привязку Да Да Ну Мы Я Всегда Езжу Тут Мимо На Тракторе Всегда Зимой И Это Да И Они Шум Посторонние Им Это Как Говорится Не Привыкать Вот Сейчас Она Обмывает Это Все Дело Вот Аппаратом Довольны Шланги Прозрачные Вот Мы Еще Мы Еще Купили Тогда Отдельно Вот Эти Силиконовые Прозрачные И Елена Степановна Их Заменила Потому Что Вот Прозрачные Потому Что Я Чем То Был Занят Прозрачными Хорошо Визуально С Какой С Какой С Какая Титька Доится Какая Не Доится Вот Осматривать Хорошо Вот Так Вот Пока Что Мы Доим Ну Вот Пока Что Так Доим Я Надеюсь Я Оборудуем Все Это Со Временем Так Еще Елена Степановна Почитала И Давление Вот Этого Вот Этой Фигни Сделала Гораздо Меньше Ну Да Завод Завод Рекомендует Чтобы Датчик Был Зеленый Зоне Ну А Ну Вот Короче Она Под себя Его Отрегулировала Отрегулировала Так Вот Так Сейчас Она Оденет Аппарат А я тут Уже Сижу Включаю Я говорю Аппарат Я тут Сижу Включаю Уже Вдвоем Пока Что Двоем Потому Что У нас Непривычно Да И вот Смотрите Вот 0,4 Уменьшила Она давление И короче Так Вот Работает Прозрачные Шланги Хорошо Видно Как Молоко Поступает Туда Поступает Сюда Поступает Там Вот Бежит Вот Вот Каждый Утро Вечет По Ведру Ну По Плице На Четыре Головы Где-то По Плице Уходит От Рудей И Еще Ошейники Каждый Королик Потому Что Короче Аппарат Значительно Облегчает Труд Напрягаться Не надо И руки Так Не болят Бывает Что Некоторых Коров Надо Будет Додаивать Может Быть Не Рекомендовало Не Рекомендовало Не Рекомендовало С Первого Раза Он Грелся Ну Как Рука Терпела А Сейчас Я Заметил Он Можно Сказать Теплый Ну Вот Сам Вот Эта Штука Где Вот Эти Лопатки Графитовые Вырабатывает Вакуум Они Коровы Опа Вот Так Короче У нас Это Все Дело Подоили Коровку И Выливаем Молоко В ведро Я Тут Сижу Ген Степан Уносит Молоко Вечером Вечером Они У нас Дают Меньше Молока Утром Больше Вот Так Вот Что Еще Хорошо При Доении Аппаратом То Что Никакая Фигня Бывает Когда Доешь Она Там Корова То Хвостом Двигается То Еще А Это Герметично И молоко Всегда Чистое Вот Так Что Вот Так Ребят Вот Еще Один Большой Плюс Чистота Чистое Молоко Мы Только Учимся Да Ну Все Уносите Тут У нас Сути Сено Лежит Корову Могут Как Есть Сено Так Есть Отруби Вот Так Вот Так У нас Такая Бадья Тут Естественно Сухо Чтоб Было Сухо Часть Я Опилок Сухих Посыпаю А Часть Это Ну Сен Объеде Вот Так Сейчас У нас Еще Вон Там Стало Сто Корову Подарить Тут На 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 Это Соль С Витаминными Добавками Все Она Лежит Бери Там К себе Вот Такая У нас Такие Утруби Почему Утруби Почему Не Дробленка Потому Что Они Доступны По цене Дробленка Сейчас Дороже Там Быки Стоят Ну Вот Так Короче Где-то Надо Нам Еще Не Решили Где Но В Ближайшее Время Вот Оборудовать Стационарное Место Чтобы Вот Аппарат Не Двигать Не Убирать Призошел Загнал Их Подоил Выгнал Каждую По Очереди По Своей Вот Это Правильно Будет Ну Так Вот Пока Что Еще Не Решили Есть Кое-какие Догадки Где Надо Делать Ну Ну И Для Зимы Надо Оборудовать Место Короче Вот Это Аппарат Несет Дополнительную Нагрузку Надо Оборудовать Место Надо Оборудовать Где Он Будет Стоять Чтобы Стоял В Теплом Помещении Ну Одним Словом Вот Вот Эти Выполнять Всякие Аспекты Да Кстати Вот Это Все Оборудование С чего Аппарат Состоит Он Все Это Продается На Сайте Смотрели Мы На Сайте Челябинского Какого-то Завода Ой Блин Ну Который Делает Аппараты Дожка Вот И Там Все Это Есть И Лопатки Графитовые И Шланги И Пульсаторы И Тоненькие Шланги Ну Все 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 Продается И Моторы И Колесики Все Есть Все Все Можно Аппарат Даже Купить По Отдельности Это Собрать Наверное Пошла Сейчас Она Там Загонит Ее Загонит Привяжет И Будем Доить Так Сейчас Камеру Выключу Чтобы Чтобы Не боялась Корова Корова Доится У нас По-разному Эти Вот Коров Большие Они Нормально Так Вот А вот Самую Первую Мы доили Черная Вот Она У нее Вымя Очень Очень Тугое Вот Так Вот Ну Аппарат Пофигу Какой Тугой Не Тугой Он Выдаивает И Все Давление Сейчас Она Сбросит Его И Начнет Присасывать Птички Нес Уже Поступает Молоко Прозрачная Крышка Крышка Видно Как поступает Молоко А мы тут Обтакались Да Молоко Молоко Бежит Это у нас На сегодняшний день Сейчас На сегодняшний момент Последняя Корова Вот Так Ну Вот Друзья Вот Так И мы Доим Пока Что Место Пока Что Так Временное Здесь Оборудование Все На этом Все А еще Я заметил Знаете Че Вот Еще раз Повторюсь Вот эти Силиконовые Прозрачные Вставки Мы покупали Отдельно Вот Отдели Их Чтобы было Видно Хорошо В аппаратах Дешевой Ценовой Категории Где Поршень Сходит Ну Поршень Туда Сюда Ходит Там Это Даюшка Или Молочная Ферма Там Вставки Тоже Идут Сразу Идут Они Такие Вот Силиконовые Изначально Но Вот У дорогих Аппаратов Они Уже Почему-то Идут Черные То ли Хотят Удешевить Более Менее Аппарат То ли Че А те Хотят Наоборот Как бы Цену Поднять Удара Дороже Продать Вот Такой Интересный Парадокс Хотя Все Согласятся Со мной Что Вот Прозрачные Силиконовые Вот Когда Видно Визуально Когда Молоко Идет Дуется С какой Титьки Идет Молоко С какой Не Идет Это Гораздо Интереснее Удобнее Вот Так Следить Вот Так Что Вот Такое Вот Мое Наблюдение Интересно С чем Это Связано Главное Я Заметил Пересматривал Свои Вот Эти Наблюдения Видео Те Которые Там Были У меня И Вот Такая Тенденция К чему Это Ну Сразу Поставили Ну Подумаешь Там На 2000 Дороже Ну Ладно Зато Уж Не Надо Мучиться И Это Гораздо Интереснее Удобнее Нет Вот Вот Так Вот Удобнее Евгений Заметки Заметки Заметки